Как перестать сомневаться и быть уверенным в своих решениях? Тут важно сразу сказать, что сомнение, в общем, это достаточно здоровый механизм, когда человек постраховывается от ошибок, и, наверное, далеко не лучшим вариантом будет, если человек спонтанно бы всё, что ему приходило в голову, тут же реализовывал, но, наверное, бы счастье он тоже не принесло. И поэтому тут, в общем, сомнения, они похожи в некотором смысле на лень. То есть лень – это тоже некий защитный механизм, который он от совокупности ощущений, где человек не очень уверен в своём выборе, не уверен, что он будет полезен, не уверен, что это будет лучший для него выбор, то он тоже, когда есть несколько направлений, чем он мог бы сейчас заняться, то он ложится на диван или тупит, не знаю, там, YouTube, ещё что-то делает и ничего, по сути, не делает. Вот, тут интересно понаблюдать за детьми, потому что у детей никогда лени не бывает. Но у них, в общем, и сомнений тоже не бывает. То есть если ребёнок хочет поиграть с какой-то игрушкой, он подходит и играет. Почему? Потому что он не обременён разными вещами. Какими вещами он не обременён? Что во взрослом мире мы обременены разными социальными контактами и нашим опытом. То есть ребёнок, который только познаёт мир, он в мир только пришёл, то перед ним есть игрушка, он её хочет играть, он взял и поигрался, потом он хочет покушать, он идёт к маме, к папе, не знаю, и просит покушать и так далее. То есть он живёт именно в моменте. А взрослый, который живёт, его жизнь намного более сложна и комплексна, есть ответственность, если это взрослый человек, у него семья, есть ответственность перед семьёй, перед своими детьми, перед собой, есть социум, который на него как-то тоже как-то давит и так далее, то получается очень сложный такой вот комок, с которым надо тоже справляться. Комок эмоций. И, соответственно, человек, который не уверен в своих решениях, то основных механизмов, которые можно предположить здесь есть, которые мешают ему быть уверенным, это некий свой бэкграунд, своя самооценка, ощущение того, что все его выборы неверны, какой-то голос в голове, который у него крутится и говорит, опять ты сделал неправильный выбор. Если у этого голоса спросить, а какой же правильный, то этот голос скажет, не знаю, но ты делаешь всегда неправильный. То есть это отдельная тема. Тема детских травм – это отдельная тема, её надо прорабатывать с психологом. Есть тема того, что человек, насколько он действительно умеет делать выборы, может ли он учесть все свои интересы, чтобы выбор действительно был для него полезен. И третья тема – это тема взаимоотношений с окружающими, насколько он боится, стесняется или у него есть какие-то свои фантазии о том, как этот выбор воспримут. Вот он сейчас сделал выбор, на него посмотрят, будут говорить, ах, вот, ха-ха-ха, сделал ты плохой выбор. Соответственно, если говорить, опять же, практически, что можно здесь применить, как перестать сомневаться и быть уверенным в своих решениях, первый момент – это определить, как вы попробуете осознать, как вы принимаете, в принципе, решение, если у вас механизм приёма решений. Умеете ли вы принимать решение? Знаете ли вы, человек пошёл купить, не знаю, себе обувь, или всё что угодно, откуда он знает, что он готов потратить эту сумму, что это тот выбор, который он хороший и правильный, что обувь – это как раз то, что ему сейчас нужна. Ну, например, да, то есть первый вопрос – он будет себе. И второй вопрос – он будет к окружающим. То есть, ну, не к окружающим, а про окружающих, насколько человек спокойно относится и насколько ему есть тревога про то, что окружающие подумают про него. И здесь можно воспользоваться таким очень простым достаточно упражнением – это попробовать оценить свою позицию. Вот представь, что твой товарищ тебе рассказал о том, что он вчера купил ботинки, не знаю, или переехал жить в Америку, или ещё что-то. Какие у тебя будут в этом чувства? То есть, насколько ты будешь думать про него, или ты будешь думать про себя и сравнивать, как-то, не знаю, там, завидовать, может быть, или, наоборот, радоваться, что ты не принял как-то вот свое такое же решение, а живёшь иначе. То есть, как бы то ни было, тут важно принять, написать себе большими буквами, запомнить, что каждый человек, он думает, в общем-то, в основном только про себя. И когда люди как-то откликаются на ваши решения, на ваши выборы, то они откликаются не то, что они как Бог или как Пророк говорят тебе, вот являются, вот ты сейчас сделал неправильно, на небесах всё написали. Важно, что он откликается своими чувствами, своими эмоциями, и, в общем, иногда завидует, иногда злится, иногда радуется за вас подружески. И если это принять, то можно, проанализировав, как вы относитесь к чужим выборам, можно, в общем, предположить, что люди точно так же относятся и к вашим выборам, как бы они не проявлялись. И здесь, конечно, будет вот это, может быть, явиться вот этот голос, опять же, о котором мы говорили, который скажет, ага, это ты просто такой, а всем другим, на самом деле, они отличаются от тебя, это ты не умеешь быть Пророком Небесным, остальные все являются Пророком, Пророками, они тебе, да, сообщают небесную волю, ну, услышьте эту мысль, видите-ка, насколько она забавна и не имеет связи с реальностью, так что учитесь контактировать с реальностью и просто тренируйтесь делать свои выборы. Но при этом важно, попробуйте все-таки для себя построить механизм, как вы эти выборы делаете, на каком основании вы решаете, что тот выбор для вас хороший. И опять же скажу, что друзья, компания, раввин, родители, кто-то с кем есть посоветоваться, это очень важная и значимая штука, которая очень помогает жизни. Если вдруг друзей нету, если вдруг раввина нету, заводите, смотрите, чтобы это все-таки у вас в жизни появилось.